Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня первый день поста. Мы не все будем читать, но что есть. Номер 93. Вопросы и события дня. 13 марта 2016 года. То есть, Вочарашин за воскресный день. Ну, прочитайте тут, какие у нас данные. Он читать не будет. Человек уставший. Вот. Ну и дальше вопросы... Я не уставший, могу прочитать, в принципе, если надо. Да, и поста. Я знаю, просто говорю ему, чтобы... Выходили прямо на наш форум, ставили вопросы. И объявления. Краткое содержание роликом дать надо. Делает несколько человек, но не успевает. И вот на нашем сайте, вот на этом. Вот все. Материалы теперь вести вот в эту вот надо штуку. Ну и вот занятия. Тоже вопрос. Такое. И вот дальше пишет, что? Лемпи Фриланда. Сердечно благодарю вас за ваше доброе сердце. Спасибо вас, Христос. Здесь, в Финляндии, все разбросаны на разных селениях. Плохая связь. От силы пару душ, которым смогу засвидетельствовать. Как в будущем встретимся по воле Божией. Ну, вчера мы говорили, говорили долго женщины. Она дала согласие. Я согласен, чтобы выстоять можно. А в конце прямо паника началась. Вы только не выставляете, только не выставляете. Ну, я сразу уничтожил. Все, нигде нет. Но больше разговаривать по скайпу не буду. Время тратить. Владимир Галиндухин, миром, Игнат Тихонович. Я некоторое время размышлял о значении праздников в большой степени светских. В большей? В большей степени светских. Сегодня, наверное, нет дней в году, которым бы не соответствовал какой-либо праздник или памятная дата. На этот счет у меня с учениками возникла беседа. Вот некоторые вопросы, которые мы затрагивали. Что есть праздник? Ну, первое, что есть праздник? А слово праздник не работает. Занимается чем? Вот евреям было разрешено, христианам. Это посещать больных. Неплохое дело. В этот день ходить в службу, богослужения есть. Ну, то есть благочестивые дела. Свидетельствовать, поехать на благовестие. Вот у нас в Потеряевке так есть. У нас разрешается еще рыбачить и ходить по ягодам, по грибам. Какую цель он несет для человека и так далее? О том, чтобы человек задумался, что это за праздник. Вот Есфер, когда только победила, и она сразу установила, чтобы Пурим праздновали все время. Тысячелетие уже празднуют. Такие праздники. Надо знать, какие. А то тут на таких налепили. Я бы хотел услышать ваш ответ во свете Библии по этому вопросу. В божественном празднике. У христиан один праздник был. Крещение с Рождеством соединено. Потом Рождество. Потом Пасха. А потом уже начали лепить к этим такие, которые празднества никакой. Стретение. Какой праздник? Никакого события для души человека никакого нет. Или введение во храм. Ничего нету. Это надумано. Надумано. Ну, я православный, я и дальше. Сегодня большинство учебных заведений школы участвуют в праздновании. Проводятся различного рода мероприятия. Таких неоднозначных кавычках праздников, как День Святого Валентина. День разврата. День всех святых. Хэллоуин. Это день бесовщины. Сатанизма. И некоторых других. 23 февраля и 8 марта. Вот 8 марта. Это женская идея. Это особо цифра. Как она расскажешь. У человека глаза на лоб лезут. Когда изображают, что это означает. Как это выбрано было. Даже говорить боязно. А когда сказал, тот руки опустил. Дело в том, что люди любят спорить. Вот ко мне приехал один историк. Известный такой историк. Ну, идем дорогу. Я говорю, вот это что сейчас советская-то власть. А это там где-то 70, может быть, 9-й год был. Я говорю, это же все искусственно делается. И Гитлер, Сталин, и Израиль основан Гитлером был. Да вы что. Гитлер бил евреев. И, наконец, выходит статья. Виталия Коротища в огоньке. Гитлер-основатель Израиля. Как так? Мы идем дорогой по Антону Петрову. Я говорю, сейчас перейди у нас мостик небольшой будет. До него там идти минут 15. И я вам докажу, что все идет запланированно. Эти небоскребы еще не были. Но кто их повалил-то? Когда даже я остановился, что он... Так а зачем я тогда учился-то? Зачем учился 5 лет историк? Важный человек. Потом он обратился к Богу. Стал иеромонахом. И вот которого Кришна повелел убить. И у головы отрезали. Яков Геннадий Михайлович, отец Григорий, потом устал. Вот я ему и объясняю. А вот, пожалуйста, что 23 февраля? 23 это считается от 8 марта идет какое-то происхождение. Там Клара Цеткин, кто они делали. А это два мужика подрались. А это день разврата такой уже дополнительный. Да поможет вам Господь в делах ваших. Мир всем вам. Райхан Джайнакова, Игнатий Тихонович. Не обращайте, пожалуйста, внимания на нападки злого. Злого, то есть сатаны, она не произносит. Через его детище. Вот, которое на меня нападает и все. Он же от этого кайфует. Все-таки вы в возрасте. Поберегите себя для нас. Храни вас Христос. Игнатий Тихонович, какие-то молитвы добавляются в пост? Вот это яговистов. Она пришла от свидетелей. Так называется, свидетели яговые. Там говорят, не яговисты, правильно. Это яговисты все они. И вот все спрашивают. Я выставлял молитвы какие-то. Все это в храме узнаете. Идите в храм Божий. А какой храм-то? Ну, патриарший какой. И там узнаете. Она только начала приближаться. И у нее так хорошо пошло. Валерий, спасибо Господи, братья и сестры, с великим постом. Простите меня грешную Христа ради Божьей помощи вам и покрова Божией Матери. За все благодарю, Галина. Ну, то и Валерий, видимо, это название только там дается. А на самом деле там Галина. Вилли Олсен, беседа на Евангелии от Матфея, святитель Иоанн Златоуст. Беседа 88. Иоанн Златоуст о состоянии церкви. Вот истинное доказательство того, как принятие в члены церкви крещением детей, невозрожденных в вере, сделало уже в начале 4 века то, что осталось только название церковь. Вот это вам свое уже дает резюме, а дальше Златоуст. Ныне все извращено и испорчено. Церковь ничем не отличается от стойла быков, ослов и верблюдов. Вот я скажу, ой, грубость какая, запомирали, грубость. Живем, людей в ад отправляйте, не грубость. Пожалуйста, быки, ослы, верблюды. И оправляются в храме. Скотомогильник. И я всюду хожу, еще овцы не могу смотреть. О! Такситопы-то бьют ногами, как будто какие лошади. Или дикие ослы. Наполняют место это только кучами навоза. Таковы именно их разговоры. Ну вот так. Еще у него грамоты не хватало. То есть изо рта навоз один вывалится. Дерьмо. Поистине, не столько бесчестим мы церковь, когда заносим в ее навоз, сколько скверняем ее тогда, когда разговариваем в ней друг с другом о барышах. О торговле, о корчемстве, о том, что совсем неприлично нам. Тогда как нужно было бы здесь присутствовать ликом ангелов. Церковь делать небом и ничего другого не знать, кроме сердечных молитв, молчания и внимания. А так священникам вот оброшу. Вот, допустим, на меня нападаете. Вы устроите в стенке такой порядок, как у нас. Даже шепотом ни одного слова нет в течение года. Ну и все. Вам никогда ничего не сделать. Почему? Пост только начался. Бабушке даже не подходит священник. Он уже объявляет, у кого там возраст какой. Все, вы ешьте, молочко стоит, а то развратитель. У нас даже никто не подходит, не просит. И ни один не нарушает. Ни один. Повторяю, ни один. А было бы больше тысячи, пять тысяч. Разницы никакой нет. То есть совершенно заброшенное пасство. Достояние звериное. Владислав Амбражевич. Слава Иисусу Христу. Спасибо за дружбу. Я о вас случайно в Ютубе узнал. Бросать знаю. Читаю ваши ответы на вопросы. И тут аккаунт завел. Видел видео, где вы говорили, что лично мы в мире ведете аккаунт. Спасибо. Сегодня целый день у меня всякие идиоты из РПЦМП просили прощения. За что просили... А так другой там пишет так вот. Один человек. Целый день просили, просили. За что просили, никто не признался. Я у них спрашиваю. За что простить-то? На это удивленно отвечали как под копирку. Если вдруг чем задел, словом или делом. Соблюдают ритуал. Главное не конкретизировать. За что? Ведь если определиться, то ведь надо исправить согрешение, загладить его как-то. А это и проблемы, и расходы. Такие сложности ритуалам не предусмотрены. Это накладно и не нужно. Проще. Если друг что сделал или так, или сказал, ты уж не обессудь. И все. Обряд выполнен. Торжество, смирение и все прощения достигнуто. Сам таким был. Стыдно вспомнить, как со слезами на глазах просил прощения у сотни человек, положенное воскресенье. Прости меня, если чем обидел брат. А то все мне пишут и пишут. И тоже никогда не уточнял чем. Хотя во многих случаях про себя представлял это очень четко. Ну, например, человек просил у меня денег в долг, а я пожадничал, не дал. Если попросить за это прощение, то тут же надо конвертик с деньгами приготовить, чтобы делом назагладить согрешение. Но дешевле и проще. Прости, если чем согрешут перед тобой. Да. Блядство, а не прощенное воскресенье получается. Блядове, кстати, по словарю древнеславянского языка, это пустословие или пустословящая женщина. Так что блядство – самое точное определение с сегодняшним обменом пустых, сентиментальных, ничего не значащих фраз между миллионами еретиков разных лжецерквей. Хорошо, что у моей семьи весь этот бред в прошлом. Слава Иисусу Христу, Герман Стерлигов. Вот Герман. Вот дошел он, определил какое под все и отошел. Герасим 12. Уважаемый Игнатий Тихонович, благодарю вас за всю проделанную вами работу. Не знаю, уместно ли здесь слово «работа». Скорее, это ваш крест. Высечь крест в сердцах жестких и рассказать, что по воле Божьей крест этот пусть будет и тяжек, но проносим. Просто стоит попытаться. Меня зовут Максим, мне 32 года, жена и трое детей. В свое время служил в танковых войсках, участвовал в боевых действиях, есть орден. Считаю, что таких чертей надо уничтожать, и для них уже не достучишься словом. Хочу спросить, как вы лично относитесь к Евангелию Евгению Родионову? Да. Есть ли в этой жертве подвиг? И подвиг ли это? Иконы Евгения строят, стоят, стоят. Стоят, наконец-то. В сербской церкви он возведен в «Спаси Бог». Ну вот я ему отмечаю, что у меня-то вопрос отвечен, я его перекопировал. Где? Вопрос 2958, это открытый МОК, 15 том. Вопрос. Почему вы не хотите, чтобы канонизировали погибшего в Чечне православного воина Евгения Родионова? Это мне в университете задавали, или там в милиции, когда я вел занятия. Ответ. Ответ. Смешно даже слышать такой упрек. Канонизация есть дикое, крещащее жутко не евангельское мероприятие. Любая, любая канонизация. Это и есть самое настоящее безумие ошалелых. Так кто же знает, кто видел, где человек после смерти? Суда Божия нет, а уже великого тирана Ивана Грозного, Игоря Талькова, Иосифа Муньоса, Серафима Роуза, Распутина Гришу, погибших в Лиенце тянут канонизации. Может они святые, может в раю, Но на этом стоит строжайший запрет Иеговы, Чтобы никто не вмешивался в его полномочия, Не диктовал ему, кого миловать, кого анафеме предавать. 1 Коринфянам 4.5 Спасибо, не судите никак прежде времени. Никак, никак, ни направо, ни канонизировать, ни налево, ни анафеме не предавать. Пока не придет Господь. А он не пришел еще. Который и отсветится, крытая во мраке. Он не отсветил, а скрытая во мраке. Скрытая во мраке. И берутся толковать. И обнаружить сердечное намерение. О, этого никто не знает. И тогда каждому будет похвала от Бога. Тогда на суде Божьем. Но явно, что канонизация это абсолютно безбожное дело. Исход. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою, И провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Не ты, Моисей, будешь решать. Я Бог. Канонизация есть безбожное обольщение, идущее от дедушек в клавуках. Все это они видят в тонкие видения, мироточения, ароматы торчатся к их носам. Все это они видят ангелов, берущих душу кандидата на православление от этих великих грешников. Этой болезнью канонизацией неисцельно болеют все роды православных, патриаршие, заграничные, старообрядцы и католики. Каласян, никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов. Торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. Это надмение, дымное надмение мира. На Женю Родионова смотрю, что они пишут. Он очень похож на меня в том возрасте в армии. Ничего кроме крестика не было. Но у меня был поиск истины. У меня были верующие, предки с обеих сторон. Сам молился и в армии пост соблюдал. У него же, мать Люба Васильевна, безбожница тогда была. Зациклились на крестике, что его плену чеченцы убеждали снять, а он не снимал. А потом ему голову отрезал Руслан Хайхароев 23 мая до 1996 года. И голову отдельно выкупали. А на теле так и был крестик. По крестике я опознала его мать. Тут уж вовсе дурят мистификаторы. Проверь даже на кукле. Отними у него голову и попробуй удержать на ней крестик. Как в житиях сняли с него голову, а он взял ее, перенес через реку, поцеловал, возлег и опочил. В житиях все это их написано так. А тело Жени влачили, тело бросали. Тело лежало долго в земле, а крестик светился и на теле держался. Взяли в армию 25 июня 1995 года. В ночь 13 на 14 февраля 1996 года отправили 4-х 18-летних охранять единственную в тех горных местах дорогу. Одинокая будка, в которой они забились. Как они вели себя, можно только догадываться. Ждали смены, шутили, курили и похабные анекдоты раскрашивали их время. По-другому никак не надо говорить, что девственники и прочее. Просто дурью маются, не знают, о чем разговаривают мужчины. Ни света, ни связи и нет никакой огневой поддержки на случай нападения. Дурней не придумаешь. И строгий наказ, оружие не применять первыми. А в случае чего, сначала предупредительный выстрел вверх, а потом уж на поражении. Совершенно безумное командование. Пацанов просто выкинули. А начальство в это время чем занималось? Посмотри фильм «Сармат». Пропавших тут же объявят врагами, дезертирами. И будут вылавливать и уничтожать свои же скорпионы. Я служил на Камчатке и охранял ракетную базу. Полигон в лесу. Склады, обнесенные хлипкой оградой с колючей проволокой. Зима. Ты один в глухом лесу. Рядом дорога, по которой иногда пройдет военный офицер. То есть другую воинскую часть. Более всего нужно этих бояться, вычислил я. Они видят и позволят нашим, что я делаю тут. И вижу, что офицеры чужой части идут и выискивают меня глазами. Может они и звонили, потому что проверка приходила не вовремя. И тут же напарывалась на мою бдительность. Похвалы и награды посылались на меня в прищ... Посылались. Посыпались. На меня прищедры от командования за бдительность. Да. И дали отпуск. Домой съездить и все. Ты в тулупе. Я сразу обошел. Проверил запоры и пломбы на складах. На складах. На складах. Затем вошел еще раз. Проверил ограждение. Прорыв с ней. Заметил собачку. Прикормил ее. Она всегда с тех пор была рядом со мной. Где нашел дыры, завязал. К дырам наложил консервный банок. Привязал на нижние провода, чтобы создавали шум. Один. Потом начал искать такое место, откуда бы видел весь объект. И дорогу. И чтобы сам был невидим. Нашел в заросле густой засохшей травы место такое. Вырвал углебление. Залег. Поверьте, что ни один солдат не до меня, ни после так там не делал. Они или спали, или пили. Вот и все. Ну, определенного. Я-то уже знаю. На них были жалобы. Их снимали с поста и отправляли в карцер. Я все это учел. Перед выходом на пост дают поспать. Солдаты играют домино в шашки. Я никогда не делал этого. Я ложился, чтобы ночью не задремать. У меня чрезвычайно развито воображение. И я предполагал, что сегодня ночью, именно в мое дежурство, будет нападение на склады. И мне их нужно отстоять. А если бы были там боевики чеченские, да все склады бы взлетели в воздух к обеду. Ну, как они дежурят. Идут смельщики. Я их уже вижу издали. Передернул затвор автомата. Стой, кто идет? Никаких предупредительных выстрелов не делал бы. А тут же на поражение. А потом бы вверх дал очередь. Об этом я высказался вслух при разводе. И меня разводные опасались. И чтобы не выгодить под выстрелы, они еще издали кричали. Свои! И знали, что на стрельбище я всегда был первым 99-100 очковых 100 возможных. Старался при охране в свет не попадать. И если где нужно было перейти от склада к складу, ладонью прикрывал глаза, чтобы в темноте потом все видеть, не быть ослепленным. Говорю вот к чему. Если бы это были умные ребята, то они бы разделились. Один в будке остался бы, а трое рассредоточились бы. И в случае чего, мало бы не показалось боевикам, хотя и не вооруженным до зубов. Выгода была бы на стороне внезапно открывших огонь ребят. И они бы зубы от чеченца прочистили. Будка была в 200 метров от заставы. Чеченцы очень хорошо знали, как несут службу в этой будке. Пускали скорую помощь, в кавычках, с кузова машину, в которой много раз ездили там. А в ней при проверке никого не было. А тут скрыто подъехали и как щенков слепых сгребли. Поствой на заставе слышал крик «Помогите!» и тоже ничего не предпринял. Русская нация исчезает, потому что совершенно отсутствует инстинкт самосохранения. Мать ходила десятки месяцев и командиры мало чем помогали. Дурно погибли. Дурные обошлись с матерью власти. Дурнее же всего то, что удумали канонизировать. И сразу же видения пошли лавиной, как Жень из плена выводит матершинников и блудников. Ну и иконы замироточили. Началась настоящая вакханалия, безумство, игра уже с постусторонним. Ни о Христе, ни о поверивании во Христа, ни о жизни во Христе, ни о трещи. А вот подаем канонизацию, крест четырехметровый, установить акафисты, хоругви с изображением Жени. И будут эти чудные хоругви из неизвестных монастырей, от неизвестных безумных монахинь. И еще бы вопрос, зачем было лезть в Чечню? Почему не послушали Столженицына, давшего самый дельный совет по этому вопросу? Отделить их железным занавесом. Дать им свободу, и года через полтора они были бы более сговорчивыми. Да и виноваты русские перед чеченцами весьма еще с Ермоловских времен, при Лермонтиве, крестившей в кавычках их огнем и мечом. Примудро Соломона. Ибо надежда нечестиво исчезает, как прах, выносимый ветром, и как тонкий иний, разносимый бурью, и как дым, рассеивый ему ветром, и проходит, как память об одновневном госте. Если не покаетесь, все так же погибнете. Лука. Откровение. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Женя в руках не держал Евангелие, и потом и не знал про эти слова. Теперь мать рыдает. 25 июня 1995 года. Страшный для меня день. Это мать говорит. Забрали тебя в армию, и меня не спросили. Когда вот такие сорванцы бывают в нашем лагере Стане, и приходится и крапивой за сквернословие, и хулиганство наказывать, то как быть начинают власти? Нарушение прав ребенка, международная конвенция. Но вот они, власти, забирают и без разрешения матери на муки, на унижение и на пыточную смерть, где сыночка, как барана, режут. Это в норме. И об этом ни в опят, ни в администрации, ни в организациях защиты прав ребенка, ни на конвенциях. Лицемеры из лицемеров. А своих деточек, и телеходи, и людоеды откупают, у них есть шанс плодиться, утешаться. А у этих на будню тащат. И 400 обгорелых в грозном трупах, таких же желторотиков, лежат по морозилкам 10 лет, и не могут их даже опознать. Средств нету на опознание. ДНК. Жестокая бездушная власть, и самые жестокие военные и полимилицейские силовые структуры. Ну и дальше вот прочитайте, что тут, как я святые показываю Иеремии. Вот что тут, прочитайте. И вот я стихотворение свое вставил. Я не ищу благоволения тех, благословения которых под сомнением. В них плещется, что ищут здесь у тех. Не насадил в молитве кто колени. Насадил. Особенно опасны молчаны, не потрудившиеся в деле благовестия. Сотлели и вросли те валуны, считая в алтарях законное их место. Как могут вот такие тьмы осколки на проповедь послать и породеть? Тут в деле проповедей не дождешься толку, притом наследственно, таким же был и дед. Уж в лучшем случае такие отмахнутся. Отстань, не скушай меня, не лезь. Предсказано Христом, то место пусто, на ризах там и по углам лишь плесень. Такой священник, исполнитель Треб, гребет и подгребает приношения. Иным и не был, и остался впредь. Пузырь из пуза и бревной шеи. Корытом отживущих и отшельших он дорожит, дрожит, не потерять бы. Живую проповедь во сне он и не прошепчет. О чем я говорю, поймет он вряд ли. Отслышание веры не иначе. Бог и Его так устроил и решил. Будь скороходом, не церковной клящей. Об этом все молитвы хороши. Не может поп благословить на то, чего сам не отведал и не нюхал. Им в алтаре с кадилом быть винтом, крутиться, подношение прятать в брюхо. Благослови нас троица святая, развеять тьму традиций, суеверий. Евангельская вера пусть пышно расцветает. Посланников отслеживают из-за алтарной двери. 14 января 2006 года. Игла. С уважением, Юрий Сбрежевский. Скайп жены. Сам я протестант-пятидесятник, но такое православие слышу впервые. Как можно купить у вас книги? Я также печатаю материал, а также печатаю материал жизни святых, соборы, постановления, правила. Все материалы, которые у вас на сайте есть в аудиоформате. Все материалы, которые вы считаете фундаментом церкви после Библии. Игла патрология, то есть толкование Святой Библии святыми отцами Вселенской Церкви Христа Спасителя. Книга правил. Это каноны Вселенских поместных соборов, Святых Отцов Церкви, Вселенской и Жития Святых. Но все это только должно быть рассмотрено во свете Святой Библии. Юрий Соболев. Миром Игнатий Тихонович. Такой вопрос. Евреям Бог посылал пророков, которые не только прорекали о градущей Мессии и Иисусе Христе, но пророчествовали и о будущности израильского народа, а также оближали правителей. То есть пророки таким образом не давали Израилю, кавычка, уклониться в язычество, беззаконие и прочее. У христиан, наследников первородства, пророков такого рода не было и нет. Можно ли объяснить это тем, что таким указателем, кавычка, для христиан, стала полнота Слова Божия, полная Святая Библия. 1 Фессалоникийцам 2.13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует во всех вас верующих. Игла. Да. Дух Святой через откровение во Святой Библии. Иоанна 16.7. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, влечит мир о грехе и о правде и о суде. Вот он, он облечит. То, что пророки делали, теперь Дух Святой. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он в Дух Истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Вот я написал, он мне отвечает. Юрий Соболев, благодарю за исчерпывающий ответ, Игнатий Тихонович. Всегда очень радуюсь вашим ответом и весточкам, ибо сие вести от Слова Божьего. А эти ролики смотрю при подготовке к занятиям. Можно руками работать и слушать. Плюс там ваши расширенные комментарии. До сих, Христос. Видите, какая переписка. Кое-кому даже не нравится, следят за мной. Что это такое? Ну вот я покажу сначала наш листик, в моем мире, мой мир. Вот видите, как, что по фотографии наши у меня несколько листиков открыто, страниц. А здесь вот такой вот. Ну и вот тут пишет. Многоглаголевый пишет. Отец Игнатий, вы мне тогда, год назад, так и не ответили. Меня зовут Саварбек Алмазов. И я вам писал. Отец Игнатий, вы говорили, сидели в тюрьме пять раз. Сколько лет вы сидели? Отец Игнатий, что вы, отец, думаете о колдунах, шаманах? Ваше мнение о таких людях, как Ванга, Матрона Московская? Ваше мнение о всех этих предсказателях? И если можно, сделайте ролик в Ютубе про предсказателей из нахрен. Саварбек Алмазов, вы не ответили, почему не бывали ни разу в Казахстане, в Караганде. Здесь же тоже много верующих. Сейчас в интернете, по телевизору рассказывают про разные чудеса. Например, как мощи Матроны помогли избавиться человеку от тяжелой болезни. А у вас в жизни было такое, чтобы при помощи молитвы человек незлечимым вылечился от болезни? Так у нас деньги есть. Мы с вами потеряем упросятся. А, мы с вами построимся, а насчет мусульманства мы хотим православие принимать. Мы не пьющие и не курящие. Даже на праздники этими делами не занимаемся. Пчел разводить не умеем. Скотиной всегда занимались магазин продукты. Ну вот так. То есть он сказал, 60 человек едет. А почему у вас дома, Игнатий Тихоныч? Почем? А почему у вас дома, Игнатий Тихоныч, готовые? И почему земля в вашей деревне? Почем дома? Да. Да. На что Игнатий ответил? Об вас одном и речи не было, а только 60 человек, которых мы готовы принять как христиан. В данном случае вы говорили мне правду. А это у нас первое условие от продолжения разговора. Не лгать, не пить, не курить, не сквернословить, не воровать. На этом нашу самопереписку полностью прекращаем. Храни вас Бог. И вот что интересно, мне говорят, это он, вот нашли его. Ну, кто его слышит сейчас, я на следующем ролике еще его поставлю. Надо было вначале поставить. Вот он где там, где находится. Посмотрите, как выглядит. Это он. И дальше. Справка, Сарбик Алмазов, настоящее имя этого человека. Караганда, 27 августа, 1975 рождения. Учился Караганда, Казахстан, восьмая школа, 1983-1991 год. Далее этот человек будто съехал с катушек. С катушек, то есть с машины сошел, как будто бы. С катушек, это значит, что-то с головой непорядок. Что он делает теперь? Он сделал и продолжает делать десятки, а то и сотни порнографических картинок с Игнатием Тихоновичем и Надеждой Васильевной Лапкиными. Он поставляет эти фото везде, где только может. Поэтому просит показать крупные его фотографии в нескольких выпусках, желательно вначале. Пусть знает его в лицо. Пусть помолится о его разумлении. Его настоящее фамилия, имя, отчество Савробик Алмазов. Ему 40 лет, но чувствует он себя похож на 12 лет. Как умом, как на 12 лет. Я сколько раз говорил, а я приеду все равно. Я приеду, вот посмотрите, так ли не так, я знать ничего не знаю. Я не знаю фотографии. Ну делать это все можно. А какое ко мне это отношение имеет-то? Ну рисует Путина там с рогами, прилепят и бывает так, берут императорскую семью и свои головы прилепляют, будто он император. Ну никакой не император. Ну он сказал, это сделал, значит он этим мучается. Это ему, это надо. По женщине, то другое. Вот он, смотрите на него. Так или не так. Если кто-то знает в Караганде, ну можно найти, потрещать, спросить, он что хочет получить-то от этого. Видишь как, Господь обнаруживает, а ничего нету. Ну дальше, я этот оставил уже, чтобы было видно. Так, теперь мне нужно еще один открыть, концовку. Сейчас я открою этот, наш форум. Вот он, наш форум. Вот он, как выглядит. Что-то тут сделали темным, потому что пост начался. сейчас я открою последнюю страницу. Еще раз нажмите. А, не туда. Еще раз. А? не туда, тем более не туда, да. Нет. Нет. Не туда, не туда. Все. Вы плохо видите, надо чуть левее взять, это закройте. Закройте? Да. А что? Это, наверное, 361 страница, вот сюда. Или еще левее, вот сюда. Ага. Вот это, как будто это у нас было уже, да? Да, да. Вчера мы это все смотрели. Что тут дальше пишут? Вот это вот. Сергей Николаев, а, уважаемый, Графин 12, уважаемый Игнать Тихонович, благодарю вас за всю проделанную вами работу. Не знаю, уместно ли назвать это работа. Вы, по-моему, читали это. Скорее, это ваш крест, высечь крест на сердцах жестких, жестких, рассказать, что по воле Божией крест этот пусть будет не тяжек, но проносим. Просто стоит хоть попытаться. Меня зовут Максим, мне 32 года, женой трое детей. В свое время служил в танковых войсках. Ну, понятно, говорили. Это про Родионова-то вопрос-то. Про Родионова? Ну, вот я про Родионова так и ответил, больше ничего нет. Даже страницы нету? Нету. Нету. Все, показываю наш сайт. Вот он наш сайт во свете Библии, потому что в реальном поста мы коротенькие эти ролики сделаем. Я не стал больше трогать, и времени нету. Но дополнительные темы большие будут. Большие темы по католичеству, ну, и там то, что известно. Это наши ответы. Вот здесь проповеди. Тут все это можно найти. Все на этом можно закрыть. Там отдельно сделаем еще.